Ну что, дорогие участники, у нас с вами остался, скажем так, венец нашего воркшопа, то, что мы ждали очень долго, и то, что я считаю логично завершит наши два дня, а мы как раз таки размышляли над тем. Вот мы делаем онлайн события, и как нам существовать на этом рынке, как конкурировать с теми, кто уже давно в онлайне, сможет ли офлайн специалист адаптироваться в онлайне, и пока наши спикеры дискуссии собираются, я немножко дам вводной информации. Друзья, вы помните, что у нас идет розыгрыш. Розыгрыш у нас идет на двух площадках. Первая площадка – это приложение от компании Eventisius, Event Rocks, там вы можете победить, если будете самым активным участником на платформе Event Rocks. А также у нас есть второй розыгрыш, он проходит уже в Инстаграме. В Инстаграме вы можете найти пост с розыгрышем «Выиграй набор ивенщика». Какие там условия? Нужно отметить своих друзей, коллег, лучше всего, если они будут по теме нашего мероприятия, то есть ивент-специалисты, маркетологи, пиар-специалисты, и поставить лайк в посте, вы становитесь автоматически участником розыгрыша. Отмечайте как можно больше своих коллег, друзей, повышайте шансы на победу. Тем временем, я смотрю, у нас уже практически все участники присоединились. Что еще хочется сказать? Друзья, мы с вами так круто провели эти два дня. Вы оставляете очень теплые сообщения в комментариях, мы это очень ценим, это дает нам энергию. И я прошу вас, пишите не только в чат, а пожалуйста, выкладывайте сториз, выкладывайте посты, отмечайте наших спикеров, вам тоже это важно, с тем, насколько вам полезен контент этих двух дней, насколько дискуссия совпала или не совпала с вашим взглядом. Поэтому мы ждем ваших отметок буквально через пару минут, когда к нам присоединится весь состав спикеров, мы будем готовы выходить в онлайн и рассуждать. Рассуждать мы будем на тему будущая ивент индустрии. Что делать, если все организаторы пойдут в онлайн? Конкуренция в новой среде. Как изменится оффлайн событие? Вот наступит посткарантинная эпоха, так называемая, увеличится ли доля онлайна в оффлайн ивент индустрии? К чему готовиться? Какие компетенции прокачивать ивент специалисту сейчас? Как продержаться в кризис? Наверное, то, что волнует многих. С учетом последних новостей, Владимир Путин продлил каникулы до 11 мая. Мы будем с вами отдыхать, но многие прогнозисты говорят о том, что мы будем на отдыхе до конца мая. Это как минимум. А многие организаторы планируют события только на осень, а кто-то даже только на следующий год. Поэтому вопрос, вопрос, конечно же, как нам с вами продержаться в кризис. Пишите в чате ваше мнение по поводу этой дискуссии. Пишите в чате ваши вопросы. А тем временем мы уже готовы. Наши спикеры собрались практически в полном составе, и я начну их представлять. Итак, сегодня с нами Макс Белоусов, основатель агентства Adventure, который занимается упаковкой и продвижением спикеров и мероприятий. Среди кейсов Макса Тони Робинс, который проходил в Олимпийском в Сингапуре, в Лондоне, в Майами. Экхард Толли в Крокус Сити, крупнейшие мероприятия Аяза Шабудинова, Радислава Гондопаса, конференции в Сколково и концерты артистов Black Star и другие крупные мероприятия. Также с нами сегодня Антон Короткий, организатор самой крупной в истории Беларуси конференции «Бизнес-пробуждение». Поставил абсолютный рекорд страны по бизнес-эвентам и собрал более 7 тысяч участников на одной площадке. Это такие у нас офлайн-эвент мастодонты, скажем так, ну и представитель из сферы маркетинга. По другую сторону у нас эксперты инфобизнеса. Итак, Виталий Антонов, продюсер онлайн-курсов и офлайн-мероприятий, организовал две нишевые живые конференции в Москве за 2019 год с одного паблика ВКонтакте. Этот кейс мы вчера с вами с удовольствием слушали. И еще один спикер Валерий Морозов. 10 лет в организации мероприятий, от вечеринок в 300 человек до конференции в 2000. Всего за это время на 500 мероприятиях, которые организовал Валерий, вживую побывало более 70 тысяч человек. Коллеги, как вам слышно меня? Раз, раз. Отлично, слышно. Отлично, я приветствую вас. Очень рада, что мы собрались в таком составе. Мастодонты, скажем так, онлайна и офлайна. И вот главная повестка это будущий ивент индустрии. Хочется порассуждать над тем, какую долю займет онлайн, как бы чуть сузит, скажем так, продажи оффлайн билетов или оффлайн не изменится в посткарантинную эпоху. Вот собрали вас в таком составе. И как будем действовать? Я задаю первый вопрос и предоставляю слово каждому из вас. Если нам захочется о чем-то поспорить, то будем поддерживать это желание, но проследим, чтобы у каждого было плюс-минус одинаковое, скажем так, экранное время. Итак, первый мой вопрос. Что делать, если все организаторы пойдут в онлайн? Конкуренция в этой среде. И слово я хочу для начала передать Виталию Антонову, как тому, кто уже давно обитает в онлайне. Виталий, есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу? Первая моя мысль, что Валера гораздо давнее меня обитает в онлайне. Но Валерию слово передадим тоже. Но, во-первых, я думаю, что когда организаторы пойдут в онлайн, они поймут, что в онлайн-событиях денег нет. И нужно становиться либо спикером и вести свои курсы, либо продюсером кого-то. Поэтому я думаю, что произойдет то же, что и со всеми происходило раньше, только это просто более сжато во времени будет. То есть я как стал продюсером? Меня пригласили организовать мероприятие Лега Геннадьевича Тарсунова. Нет, сначала меня пригласили организовать конференцию для программистов. Мы ее сделали там за неделю, что-то мы в 15-м году потом пригласили сделать Тарсунова. Потом мы сделали сайт Удаса, а потом мне просто позвонил человек, который меня знал, сказал, давай ты будешь моим продюсером. И когда я посчитал деньги от продюсирования и долгосрочность эффекта, я понял, что в ивентах правды нет. И все, кто в онлайн пришел и хоть чуть-чуть попробовал чистыми деньгами полмиллиона за месяц получить, они забывают вообще про ивенты, как про страшный сон, как будто этого никогда не было. Ну и потом только, когда ностальгия сильно накатывает, типа как у меня в прошлом году, вот бах, одну конференцию сделал, другую, но это чисто ностальгические нотки. Совершенно никакой логики, экономики, выгоды глобальной в этом точно нет. Вот такой мой комментарий. Виталий, спасибо. Я пойду так немножко в перекрест, поэтому, Антон, я хотела бы дать вам слово. Вы как организатор из оффлайна в первую очередь, конечно, но немного начинаете пробовать онлайн. Вот какое ваше мнение, ваш прогноз на ваше присутствие в онлайне и ваших коллег? Я, наверное, точно не соглашусь с мнением, что в онлайне денег нету, в онлайн-конференциях. Просто на текущий момент на рынке нету продуктов, за которые люди готовы платить. И это, наверное, истинная задача сейчас предпринимателей, тех, кто разрабатывает онлайн-конференции, сделать такой продукт, за который люди готовы платить и платить готовы много. Это точно сильно повлияет на качество всех онлайн-продуктов, которые сейчас есть. Сейчас большинство из спикеров и большинство инфобизнесменов делает, ну, мягко говоря, посредственный продукт с точки зрения там продакшена, с точки зрения контента и всего остального. Сейчас, если туда хлынут большое количество людей, поднимется уровень спроса и уровень конкуренции, то у людей, у организаторов не будет просто другой возможности, как зарабатывать на этом, организуя мероприятие действительно очень достойно, очень классно, вкладывая туда много ресурсов и денежных, и временных. И это точно все приведет к тому, что мы будем с вами все вместе получать очень классный, качественный контент. Антон, спасибо большое. Но мне кажется, качественный контент приводит к повышению цены. Я думаю, об этом чуть-чуть попозже порассуждаем. А пока я хочу передать слово Валерию. Я солидарен с тем, что сказал Виталий. Я в онлайне, ну, то есть я очень много чего организовал, даже вот, но и при этом хочу сказать, ну, по поводу, будет ли работать дальше оффлайн. Оффлайн будет работать, потому что это, как знаете, одно дело рок-концерт слушать по телевизору, другое дело рок-концерт сходить поплясать. Но это другие эмоции, поэтому люди будут ходить на оффлайн, и сейчас будут больше оценить какие-то такие элементы. И я наблюдаю за рынком Америки. Там, понимаете, это качели, это как синусоида. Сначала все в онлайн, то есть все в оффлайн, потом все в онлайн, потом снова в оффлайн, и рынок будет меняться. Соответственно, она просто будет переходить из одной области в другую. Да, было очень много оффлайн событий, то, что сам Бизнес Молода сделал, Айас, сейчас они там задумывались о том, что оказывается можно было в онлайне. Я считаю, что в любом случае продукт будет и там, и там. Просто если брать организаторов, которые работали в оффлайне, и если они попробуют онлайн, они поймут, что в онлайне можно сильно больше зарабатывать, потому что нет таких костов, как и здесь. И плюс еще, когда, если применить свои вот эти суперорганизаторские навыки с правильным тренером, например, очень мало продюсеров умеет делать крутые ивенты, а ивенщики, которые стали продюсерами, они умеют делать. За счет этого, например, Виталий делает очень крутые конференции, и после этого у него лояльная аудитория, и люди у него продолжают покупать его курсы снова и снова. Почему? Потому что Низи прекрасный опыт, как это делать, и он дальше начинает зарабатывать. То есть это события, на которых можно дальше допродавать очень долго и создавать себе имя на рынке, потому что оффлайн-конференции, они созданы для того, чтобы создавать имя. Если ты только в онлайне, у тебя нет оффлайна, ты не создашь себе такое имя, как если будешь делать и там, и там. И еще в оффлайне можно зарабатывать, продавая свои дорогие услуги, потому что я занимался очень плотным оффлайном, принадлежал там Джона Кеха, Соловьева организовывали, 12 лекций Васильева собрали в Питере на тысячу человек. Весь этот опыт, когда мне пришлось перейти полностью в онлайн, это был как раз прошлый кризис, когда в два раза все поднялось, гонорары были в евро, мне пришлось закончить эту деятельность, я пришел в онлайн. И что произошло? Я просто весь свой опыт, который был, начал переводить в оффлайн, за счет, точнее, онлайн-опыт продаж своих продуктов перевел в оффлайн. И, например, продавать консалтинговые услуги за полмиллиона, миллион и там выше, очень легко, когда ты делаешь оффлайн-продукты. Если там кто-то по телеку сидит и отдавать ему, черт знает сколько денег, вряд ли, потому что люди не могут не доверять. А если люди сходили и посмотрели вживую, им гораздо проще отдать большое количество денег. Поэтому я считаю, что в любом случае дальше будет симбиоз. Просто каждому надо для себя определить. Если выдохлись в оффлайне, надо идти в онлайн, там есть деньги. Если не выдохлись и все равно нравится, просто рынок будет, и не надо ничего бояться. Валерий, спасибо большое. Интересная точка зрения. А тем временем к нам присоединился еще один участник нашей дискуссии. Это Руслан Гафаров, основатель компании Malik Space. За 8 лет компания организовала множество бизнес-мероприятий в 40 городах и в 8 странах. Сейчас Руслан строит комьюнити в Кремниевой долине, в Калифорнии. Собственно, оттуда он с нами на связи. Руслан, как у нас контакт? Слышно ли? Добрый день. Привет, привет. Хорошо слышно. Мы тут рассуждаем на первый вопрос. Что делать, если все организаторы пойдут в онлайн о конкуренции в новой среде? Как удобнее будет, если я дам слово тебе или, например, Макс выразит свою позицию, и ты присоединишься последним? Если бы можно было бы, я бы сейчас высказался, и у меня просто еще сегодня два эфира. Я бы поделился своим мнением, на вопрос поотвечал, и по возможности... Хорошо, тогда даем тебе слово, и потом микрофон перейдет Максу. Да, тогда давайте более конкретно вопрос сразу задать, чтобы я сразу волну поймал. Мы рассуждаем на тему того, вот сейчас офлайн-организаторы мероприятий, они посмотрели в сторону онлайна. Вообще, вот какой твой прогноз? Первый, смогут ли офлайн-специалисты найти себя в онлайне, и что для этого им нужно будет? Второй момент, конкуренция. Ну, то есть в онлайне и так были свои специалисты, аудитория, возможно, ну, получать достаточно продуктов. Количество бесплатного... Ну, да, я сейчас это запущу, да. Смотри, ну, у меня много друзей здесь в долине работают в больших компаниях. Я понимаю то, что большие компании лучше понимают, что происходить будет в мире, чем все остальные. По очень простой причине у Apple есть 260 миллиардов долларов резервов кэша, просто лежат на счету. Например, это больше, чем фонд национального благосостояния России, у которого 120 миллиардов. На эти деньги они могут нанять лучше специалистов, экспертов для того, чтобы предсказать будущее. Ну, и сами у них есть производственные мощности для того, чтобы предугадывать. Они первые в Америке закрыли компании, отправили людей на удаленку, потому что поняли, насколько все это серьезно. Пока все остальные работали, они уже отправили. Почему я говорю? Потому что один из моих друзей, который работает в Apple, говорит, что с высокой вероятностью мы на удаленке будем работать до конца года. То есть, если он так говорит, то, скорее всего, весь остальный мир тоже будет это делать из дома. Ну, есть высокая вероятность. Я не фидуролог, я просто то, что услышал, вам говорю. Если так будет, то весь офлайн-евент бизнес, он умрет 100%, да, потому что... А ладно, мы там организаторы, которые там, ну, мы свои там делаем, да, там какие-то ивенты, мероприятия, да, там, по сравнению, там, например, там, с какими-нибудь, там, например, техкранчами, там, не знаю, бёрнингменами, там, разными, там, фестивалями, там, и другими телами, и, как бы, у нас вообще, как бы, наши проблемы на фоне их проблем, это, как бы, ну, такое, как бы, ну, несерьезно, да. То есть, понятно, что эти люди, они все что-то будут делать, с высокой вероятностью часть из них пойдет в онлайн. Как практика показывает, люди, которые раньше работали в онлайн, делали бизнес в онлайн, они не супер были профессионалы, работали, ну, как-то, потому что никого особо не было, вот они туда, как бы, двигались, да. То есть, есть у меня такое подозрение, что сейчас, если такие мастодонты большие, ну, с большими деньгами зайдут в онлайн, то все вот эти, там, ну, условно, люди, которые, там, до этого как-то занимались онлайне, будет намного тяжелее. То есть, конкуренцию могут создать те люди, которые, вот, ну, с большими деньгами сюда зайдут. Ну, вот вы, наверное, заметили, там, друг Гриша, да, Ветов, мы, я его сначала пригласил на несколько своих Ветов, ну, то есть, онлайн, да, там мы просто поболтали, а потом он сделал большую конференцию, подключил, там, сейчас, Анфису Чехову, там, и так далее, разных, так, ну, серьезных, там, спикеров, да. Понятно, что такой человек сможет быстрее внимания привлечь к аудитории, к своему продукту, и, соответственно, тем людям, которые как-то раньше делали всю эту историю, будет это делать сложнее. С другой стороны, ребятам, которые занимаются бизнесом в оффлайне, им сейчас проще привлечь каких-то спикеров интересных. Например, раньше бы я тоже не смог, наверное, привлечь такое количество спикеров, хотя они очень хорошие мои все друзья, там, я имею в виду, там, венчурные инвесторы, там, сотрудники разных корпораций. Раньше у них не было времени выходить со мной, там, в онлайне, да, то есть они с удовольствием в оффлайн приходили ко мне на встречи, когда ко мне приезжали какие-то мои, там, предприниматели, да, я делал для них программу. Они с удовольствием приходили в оффлайне, чтобы познакомиться, пообщаться, а онлайн они как-то, ну, смотрели на это все равно так, ну, как-то непонятно, что мы будем в онлайне, там, нам надо живое общение. То есть сейчас полностью этот паттерн поменялся, они все готовы сейчас выступать онлайн, говорить онлайн, то есть все те, которые раньше там не были к этому готовы, сегодня готовы. Поэтому все люди, которые сегодня вот занимаются, занимались раньше оффлайн, сейчас онлайн, то есть у них есть возможность с большей рядностью пригласить большее количество интересных спикеров, потому что спикеры, в принципе, сами по себе к этому тоже готовы. Им дома, им скучно, им делать нечего, им тоже как-то хочется развиваться. После того, как, кстати говоря, я пригласил несколько вечных инвесторов к себе на онлайн-встречи, чтобы они выставили, рассказали, один из них даже свой YouTube-канал завел. Это прикольно, потому что взрослый такой довольно-таки интересный, там, Игорь Шайфот управляет, там, сотни миллионов долларов, у него там порядка, там, 50, по-моему, инвестиций, которые он сделал за последние, там, 10 лет. Вот, у него там очень крупных, больших выходов, да, то есть раньше бы, если он бы мне сказал, там, слышал сам, где я и где YouTube, а сегодня он сидит и чуть ли не каждый день пилит видосики для стартапов, и, я думаю, в будущем хочет такой создавать виртуальный, такой акселератор, да, то есть понятно, что, например, если какой-то раньше, там, условно, Петя, там, делал какой-то виртуальный акселератор, не имеет таких ресурсов, какой-то увеличенный инвестор, не имеет таких связей, то, скорее всего, Петя, вот этот, который, там, начинающий предприниматель, который хотел делать виртуальный акселератор, ему сейчас будет очень тяжело конкурировать с Игорем, потому что у Игоря, ну, да, он, типа, позвонил Давыдову Николая, да, Давыдов Николай, это который маскарад, который вот у Дудя недавно снимался, да, коп Давыдов, там, на связи с ним буквально, там, хоть каждый день, да, там, любого другого спикера он спокойно может выдержать, то есть вот это все нужно понимать. Вот, куда будет двигаться вот бизнес офлайн, который, ивенты, да, в первую очередь, я думаю, что вот этот бизнес, который делали его в офлайне, вот, ивентный, да, то есть это очень такие часто гибкие и такие, как сказать, гибкие, эффективные команды, вот, чаще всего. Я просто смотрю на себя, потому что что такое в офлайн-бизнес, там, например, в России, да, там, он вообще не маржинальный, то есть понятно, если у вас свой продукт, ну, там, например, там, как это делали, там, бизнес-молвы, да, там, и, там, Аяс Шабудинов, там, и разные другие, да, там, где вы, там, за счет маркетинга накачали и, ну, привлекли внимание, сумели, да, там, там, ну, вот это собрать внимание людей и, там, продаете, там, более маржинально. А если вы занимаетесь, там, организацией какого-нибудь, там, тренера, я уже занимаюсь этим 10 лет, это вообще не маржинальная история, там денег нету, на самом деле, там их очень мало, ну, то есть по сравнению с другими бизнесами. И понятно становится то, что вот такой гибкой, эффективной командой, которой вы делали бизнес в месте, где его нету, по сути, в России, ну, то есть я имею в виду ивентный, да, там, вот это реально очень сложный такой образовательный рынок, да, то есть, вот, и занимаются космошедшие люди, такие, как, вот, там, Валера, я, наверное, потому что они, как бы, ну, больше, фокус у них не на том, чтобы, там, денег заработать, по крайней мере, у меня, да, там, а больше на том, чтобы окружить себя правильно людьми, познакомиться с интересными, там, спикерами и как-то самому, там, прокачаться, да, то есть, и становится понятно, что вот сейчас такие люди, скорее всего, они способны сделать какой-то пилот в какую-то сторону, да, то есть развернуть свое внимание на другую бизнес-модель и, соответственно, искать что-то новое, потому что, на самом деле, то, что сейчас произошло, не все так явно, не будет просто, там, офлайн-мереприятие, не будет просто какие-то, там, такие же бизнес-модели, которые были до кризиса, да, потому что сейчас полностью мир поменяется, представляете, автомобильная промышленность остановилась, самолеты не летают, Ричард Брэнсон, там, обанкротился, да, там, сейчас страны будут банкротиться, ну, понятно, что вот в этом новом мире сейчас будет много новых интересных тем, да, там, и направлений, и здесь надо смотреть, в том числе, вот этими гибкими командами, как развивать, может быть, какие-нибудь более технологичные, более такие интересные бизнес-модели, которых, может быть, раньше не было, но сейчас они точно появятся, да, там, что-то связано с VR, с какими-то еще, там, активностями, я не знаю, там, ну, это надо думать, смотреть, я просто, честно говоря, по какой-то сторону еще не думал, а я вот, например, свое внимание своей организации направил на то, чтобы делать онлайн программы, которые мы делали раньше в Офайне, в Америке, да, в Кривневой долине, сейчас мы их делаем онлайн, и запрос, в принципе, есть, и интересно, что, например, если бы раньше мой средний, там, целевой портрет аудитории бы сказал бы, какой нафиг онлайн, я там, долларный миллионер, ты хочешь меня заставить сидеть около монитора, чтобы я в Zoom общался с людьми, вот так вот, типа, это что, шутка, что ли, мне там, 50 лет, я там, мультимиллионер, там, и так далее, мне это неинтересно, да, то есть до сего у такого клиента не остается выбора, он либо развивается, учится в Zoom, вместе с нами онлайн, да, либо вообще никак не развивается, и он понимает то, что, скорее всего, если он будет, как бы, ставить на паузу все вот эти образовательные истории для себя, то он сам перестанет понимать, что в мире происходит, и вообще может с рынка уйти, поэтому сегодня классное время, ну, то есть люди, в принципе, открыты становятся, да, к тому, чтобы пробовать какие-то сформировать себя новые привычки, да, вот, ну, и второе направление, которым я сейчас занимаюсь, то есть после того, когда вот кризис начался, то есть я развернул свое внимание на стартап, и на самом деле моей гибкой командой очень круто получается двигаться в этом направлении, буквально там за месяц полностью там переупаковались, много чего там сделали, и сейчас там запросы приходят после того, когда я выпустил видео там на нашем канале о том, что мы делаем, от банков сами приходят там запросы, там от крупных организаций, самых крупных в России, я не хочу просто имена называть, то есть самая вот крупная в России компания, она к нам как бы запросы делает на наши образовательные программы, то есть если бы раньше они бы сказали, что там, какая там онлайн там и так далее, то сейчас они сами мне оставляют заявки, мне сами пишут в Телеграме мои знакомые, и это прикольно, я вижу, что сейчас рынок становится более готовым к тому, чтобы онлайн переходить. Второй вопрос. Ага, извиняюсь, ну, давайте вы продолжите, но уже подошли вопросы. А, ну да, ты говорил там какой-то второй вопрос, вот я на первый ответил. Да, очень объемно ответил на первый вопрос, спасибо тебе огромное. Вообще, получается так, что, мне кажется, есть разделение между, скажем так, глобальным таким уровнем, то есть большие компании, дорогие ивенты, и, скажем так, небольшие деловые мероприятия где-то, я не думаю только про регионы России, а скорее вообще в принципе в городах, мероприятия на небольшие комьюнити, но вопрос у меня, вот если ты нас покинешь через какое-то короткое время из трансляции, вопрос такой, как ты считаешь, будет ли деление, что онлайн для бедных, а оффлайн для богатых? Нет, не будет такого уделения. То есть я же говорю, вот сейчас у меня люди готовы в принципе в онлайн выходить. Я вот сделал сообщество, да, там просто чиклич такой, говорю, вот ребята, кто подписан на меня, вот давайте все в чате познакомимся. Хоп, мы выходим в чат, я офигел, там приходят туда просто венчанные инвесторы, то есть они говорят, ну вот я там, у меня несколько миллионов долларов, там я вот инвестирую, или там, а я вот там бывший девелопер, там работал с полонскими, я готов быть волонтером в вашей команде. И вот такие люди приходят, представляешь, то есть вот раньше бы представить такое, что они бы вот выходили, находили время в зуме общаться с незнакомыми людьми, тратить свое время, я вообще себе такое не представляю. А сейчас эти люди тратят свое время онлайн, и они сейчас реально волонтерят, представляешь, то есть вот реально у нас сообщество... Действительно, даже сегодня то, что у нас получилось сделать, для того, чтобы сделать это в офлайне, это было бы значительно дороже, и требовало от каждого, например, уехать в какой-то город за пределом Москвы, как минимум сутки жизни, и в этом плане онлайн, мне кажется, очень удобен. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя примерно еще времени вместе с нами? Ну, я думаю, могу еще минут 10, я извиняюсь очень, я, честно говоря, именно путал, поэтому я извиняюсь, я смотрю... Я тогда передам слово Максу, потому что мы этот круг вопроса перешли, и, возможно, ты что-то добавишь потом. Итак, что делать, Макс, если все организаторы пойдут в онлайн? Ну, на самом деле, я согласен со всеми спикерами, меня слышно, да? Да-да-да, все хорошо. Очень много было умных вещей сказано, видно, что опыт и так далее за плечами, вот, я вот от себя что хочу добавить, то, что рынок эволюционирует, так же, как и любой другой, вот, скажем, взять, если рынок музыки, да, музыкальный, потому что я одно время занимался плотным продвижением концертов, то, что я вижу, это, скажем, вот раньше люди зарабатывали, группы, там, артисты на чисто концертах, да, постепенно, соответственно, там, мы, там, на 15-30 лет, там, тормозим, там, за Западом, да, ну, в Западе начали, там, на iTunes зарабатывать, да, то есть, там, продавать песни в iTunes, там, цифровая продажа пошла, и, соответственно, цифровые продажи, там, сначала сравнялись с живыми концертами, потом перевесили у артистов, да, сейчас, соответственно, то же самое происходит в России, то есть, в России, в СНГ артисты понимают, что концерт – это классно, то есть, вот эти чосы, вот эти турне, там, когда, там, по 100 городов, там, за 3 месяца какая-нибудь группа, там, или какой-то рэпер, там, ездит, то же самое с тренерами, с коучами, неважно, вот, но сейчас люди понимают, что, ну, это как «Черный лебедь» случился, то есть, вот, все волей-неволей посмотрели в сторону онлайна. Вот я, скажем, когда с Радиславом Гондопасом работал, это было, там, получается, более трех лет назад, я к нему пришел, и я удивился, то, что он ни разу не пробовал запускать рекламу, тогда, там, продвигаясь в свои мероприятия, это было чисто, вот, какие-то партнерские продажи, то есть, были организаторы в городах, которые, вот, своими силами, там, как-то раскачивали его мероприятия, и, соответственно, вот мы тогда попробовали, там, собрать с помощью, там, рекламы Facebook, ВКонтакте два мероприятия в Swiss-отеле, там, собрали за месяц, там, примерно 600 человек, ну, это гигантский результат, вот, и просто, вот, такие же, как, вот, Радислав Гондопас тогда, да, вот, сейчас вот, мастодонты, тренеры, они будут понимать, что в онлайне тоже есть деньги, это раз. Сейчас, второй момент, сейчас очень будет похожа индустрия, то, что происходит с, вот, как Альфа-банк и Тинькофф-банк. Вот Тинькофф-банк, он сделал прорыв, то есть, он первый онлайн-банкинг запустил, остальные мастодонты смотрели, за ним наблюдали, чтобы он набил шишки, чтобы он, соответственно, там, все, там, ошибки сделал, после этого, там, год-два проходит, и Альфа-банк, и Ежесними, там, Сбербанк и так далее, и начинает повторять, повторять самое лучшее, что он сделал. То же самое, мне кажется, произойдет сейчас и с онлайн-мероприятиями, то есть, такие, там, большие компании, там, с бюджетами, как Синергии, там, еще какие-то, они, соответственно, сейчас все это попробуют, примерно, там, и по ценнику, и по продвижению, и по формату, они все это оттестируют, они создадут экосистему, то есть, люди научатся на эти мероприятия приходить в онлайн, пользоваться всем этим, даже кто до этого этого не делал. И после этого, соответственно, будут появляться яркие игроки, которые уже, ну, соответственно, там, используя опыт больших компаний, будут как-то свое что-то внедрять. И последнее, что хотел сказать, то, что действительно, онлайн сейчас, ну, это молодой рынок, именно, если образование брать, ну, в смысле, мероприятия, инфобизнес, он уже существует лет 10, как бы это не ново, но именно вот с точки зрения мероприятий, мне кажется, что живые мероприятия никуда не денутся, потому что, как правильно сказал спикер Виталий, то, что, ну, это все равно, что, не знаю, там, смотреть, грубо говоря, порнуху или эротику по телевизору, либо этим заниматься вживую, потому что, как бы, опять же, я и сам хожу на мероприятия, на конференции, на концерты, и это несравнимо. У многих спикеров на этом завязана работа с залом, то есть невозможно через экран вот так вот взять и передать определенные эмоции, как-то повлиять на человека, там, поработать с залом, да, то есть одной картинки мало. И плюс, мне кажется, что люди не будут платить большие деньги, вот, просто, чтобы онлайн с кем-то там выходить в трансляцию, там, смотреть его, потому что это можно в любом случае сделать и просто в записи на YouTube купить, и потом в любое время посмотреть. А вот этот вот эффект вживую, он всегда останется таким, как, ну, как, самым таким мощным триггером для людей, чтобы посетить какое-то мероприятие. Да, еще важная вещь, то, что если брать центральные, там, регионы, там, скажем, там, ну, там, города, да, там, Москва, Питер, там, Казань и так далее, и брать другие города, вообще разное. То есть вот я за последние полгода побывал в 20 городах с вступлениями, там, ну, как спикер по маркетингу, и в одном городе фейсбуком пользуются, в другом не пользуются, там, в Махачкале был, все сидят на Инстаграме, покупают себе айфоны, но при этом, как бы, ну, то есть люди вообще разные, как бы, да, и он, рынок будет трансформироваться очень долго. То есть если в Москве, там, сео-ки, там, перейдут в онлайн, то если брать регионы, это еще лет 5-10 ждать, пока они там, грубо говоря, до этого дойдут, ну, вот такая у меня мысль. Максим, спасибо огромное. У меня проследуется, скажем так, такая тенденция на основе того, что вы говорите, вот, может, согласитесь или нет, что, во-первых, вот то, о чем говорит Руслан, это, скажем так, очень аудитория такая, бизнес-аудитория, которая ценит прям каждую минуту своего времени, если она раньше себя не представляла в онлайн-пространстве, да, на онлайн-образовании или мероприятиях, то сейчас они попробовали и почувствовали удобство, экономия своего времени. При этом они умеют яркость жизни получать в другом месте, и именно онлайн-площадка для них, именно для мероприятий, выполняет другую ценность. Вот, Руслан, что скажешь? Ну, онлайн-площадка, другую ценность. Ну, смотри, я могу сказать, ну, что вы же знаете, да, вот вы же организовываете все мероприятия, читаете много книжек. Сколько нужно человеку, чтобы сформировать новую привычку времени? У вас 21 дня достаточно, да? Часто, да, то есть, а мы сейчас на карантине просидим с вам несколько месяцев. И эти все люди будут сформировать у себя новую привычку. Я не говорю, что вообще оффлайн пропадет. Он будет, останется. Но какой он будет, он явно будет, ну, значительно меньше, чем то, что сейчас. Ну, то есть, значительно меньше. Очень прям значительно. Ну, мне так кажется. Опять же, все, что я говорю, это мое мнение. Я там не хочу здесь ни с кем там спорить, да, просто я вот говорю, думаю, да. Он сильно изменится по одной простой причине, потому что люди приобретут новую привычку. То есть, вот если раньше, например, мы говорили, там, давай встретимся в Zoom, нам говорили, зачем в Zoom, и какой Zoom, давай встретимся, да, то есть, то сейчас может быть наоборот. Ну, скажем, давай встретимся лично, они говорят, зачем, это же небезопасно. Еще не придумали вакцину от коронавируса, надо ехать еще там непонятно сколько до того, чтобы с тобой лично встретиться, да, то есть, зачем, какой смысл нам встречаться, если мы можем вот с тобой так вот пообщаться. И вот эта привычка, она вот на самом деле, мы же вот, получается, все равно так или иначе подстраиваемся к привычкам людей. Помните, как вот сколько наши мамы учили использовать альфону? Ну, хотели они того или нет, им пришлось научиться. И там вот этим, хотя раньше им всем хотелось более понятную историю с кнопочными вот этими штуками, да, то есть, но какое-то время попользовавшись, они приобрели такие привычки, вот такую привычку, и вот если раньше они говорили, нет, никакой айфон, мы не хотим, мы хотим кнопки, то сейчас что они нам говорят? Они нам говорят, никаких кнопок, мы хотим айфон, так вы, да? То есть, я могу просто сказать на примере своей мамы, например, да, согласитесь, это так. То есть, то, что раньше, то, что у людей вызывало какое-то жуткое отвращение и такой прям неприязнь, да, то есть, ну, потому что это было вообще изрядно вон выходящее, ну, вот, не было такого в опыте у людей, а потом мы им говорим, вот тебе айфон, мама, она говорит, ну, тебя мне твой айфон, дай мне лучше там кнопочный телефон. А сейчас, когда там она мне наоборот говорит, блин, Руслан, айфон – это крутая история, я постоянно, когда там, ну, там, ей обновляют, она вот этим пользуется, айпады, маки, то есть, если раньше для этого все было как-то вот непонятно, то вот прошло время, и у нее сейчас сформировалась другая привычка. Есть ли столько вероятность? Я согласна, извиняюсь, что перебиваю, просто чтобы ускориться и всем дать момент времени. У меня вот тогда такой вопрос, может быть, немножко попрограммизируем в формате, как думаете, вот если смотреть в перспективе года или пяти, и насколько доля оффлайна, возможно, там уменьшится, а доля онлайна увеличится. Потому что вот я лично немного согласна с Максом, что это процесс, особенно в России, например, более долгий, но при этом, если взять технологии, там, Apple Pay, тот же развитие онлайн-платежей, я так понимаю, Россия далеко не последняя. И вот на таком ощущении мне кажется, что это все-таки вот будет не быстро происходить. Давайте по очереди выскажем. Можно я добавлю? Можно я добавлю? Из-за того, что сейчас вот эта штука происходит, сейчас огромное количество больших и маленьких компаний приобретают новую аудиторию. Вот Zoom вырос в несколько раз. Миро – это, кстати, пензенский стартап для работы, коллаборации вместе с командой. То есть подняли раунд 50 миллионов долларов. Мои друзья там здесь из долины проинвестировали в бывшего фаундера скайпа, создал новый чат. То есть что это, какой это тренд, что это показывает? Это говорит о том, что пока все сидят на карантине, сейчас развиваются такие технологии, о которых мы даже не представляем, мы их даже еще не понимаем. И через несколько месяцев, благодаря вот этому кризису, могут появиться такие технологии, которые упростят многие вот эти коммуникации онлайн. Понимаете? То есть если бы раньше мы проходили бы медленно из оффлайна в онлайн, ну вот так вот, просто вот, да, там просто менялись бы привычки, подросла бы моя дочка, которая, например, больше онлайн сейчас общается с людьми, с детьми, да, там в играх, чем в оффлайне. И она бы потом уже больше была бы онлайн. Вот такой был плавный переход, то есть умерли бы все люди. То есть знаешь, история, Facebook умрет вместе с пользователями. То есть вот смотри, у Facebook есть определенная аудитория, которая пользуется Facebook. Вот, например, молодежь Facebook не пользуется. Они пользуются TikTok, TikTok, что там они там пользуются, там Snapchat и так далее. То есть вот я знаю, что Facebook хотели купить Snapchat, потому что они понимали, что если они не купят Snapchat, то они потеряют этот класс новой молодой аудитории, потому что Facebook уже не нужен вот этой аудитории, вот эти, ну, тинейджеры, там, кому-то 20 лет. Им не нужен Instagram, им нужен Snapchat, им нужен TikTok. Соответственно, бизнес умирает вместе с аудиторией. Вот. И вот это такой плавный переход, понимаешь? А сейчас получается, что вот, ну, если мы раньше ждали, пока вот эти вот все наши дети подрастут и начнут другие привычки приобретут, то сейчас из-за того, что вот эта история возникает, то вот эти вот все бизнесы, которые были раньше больше вот именно в офлайне, они очень быстро могут трансформироваться, какие-то отвалятся просто, как мне кажется, да, то есть и создадутся какие-то новые технологии, которых мы даже сейчас представить не можем, да. Прямо сейчас куча стартаперов, да, там сидит и думает, так, как мы можем в этом новом мире сделать такой продукт, чтобы людям упростить их проблемы, их решить, их боли. Вот. Мы сейчас говорим о том, посмотрите, мы сейчас сами думаем, как нам дальше заниматься бизнесом в офлайне, например, да, вот мы сами сейчас думаем, а стартапер думает, какие у людей есть боли, которые я могу решить, чтобы он начал покупать мой продукт. То есть мы все-таки с вами, да, сейчас у нас формат обсуждений такой, что а как нам дальше позаниматься бизнесом в офлайне? У нас такой формат обсуждения. Это, на самом деле, с точки зрения бизнеса, не совсем правильный формат. То есть мы сами хотим присоединиться, условно, к бизнесу, который сейчас, по сути, по крайней мере, на момент времени он пикирует вниз. А стартаперы, которые запускают новые продукты, они разговаривают с клиентами и говорят, какие у тебя проблемы, как ты их решаешь. Мне кажется, наши коллеги, конечно, с точки зрения, не хотят, возможно, менять категоричные индустрии, в которой они находятся. Но все же, наверное, у оффлайна есть потребность в живом общении. Будет, я не говорю, да, это 100% будет. Вопрос просто в масштабе. А прогнозировать сколько, я пока не могу ответить на это. Не готов, ну да, поняла. Не знаю, время пока, здесь как бы пальцем в небо даже такить нет смысла. Точно изменится 100%. Вот, Руслан, вот прям одним предложением, может быть, да, напоследок перед тем, как ты уйдешь, скажи, какие компетенции прокачивать тем, кто вот был в оффлайне, работал организатором деловых мероприятий, вот там, одно, две, три. Прочитайте книжку «Спроси маму». Вот, это как раз книга про то, как создавать новые продукты. Потому что те продукты, которые были у вас в оффлайне, ну то есть до этого, да, то есть они точно будут сейчас другие. Даже когда закончится карантин, и люди пустят на улице, в любом случае все будет по-другому. Поэтому нужно сейчас быть готовым создавать новые продукты, а для этого нужно общаться с аудиторией и понимать, что она хочет, какие проблемы у нее есть, как она эти проблемы решает, что из этого не получается, и как вы можете своим продуктом решить проблему клиента. Это самый правильный будет. Руслан, спасибо огромное. Дорогие участники, вот с нами в дискуссии участвует Руслан Гафаров из Калифорнии, и как раз такой, хоть ты говоришь, не футурист, да, не футуролог, но такой взгляд прям на много-намного лет вперед. Ты еще будешь с нами, или уже все, прям пора отключаться? Да, если можно, я отойду, просто реально я с временем набуду, я очень сильно извиняюсь. Хорошо, ну спасибо большое, что присоединился, нашел время. Благодарим тебя. Дорогие участники, читайте книгу «Спроси маму». А мы тем временем возвращаемся к дискуссии. Хочу передать слово коллегам. Вот про долю можем немножко порассуждать, как думаете? Или это такой формат, который, ну, крайне сложный, даже там что-то прогнозировать. Антон, давайте с вас. Или Максим, кто выходит онлайн? Давайте, да, давайте с вами с меня тогда. Ну, если подумать, то та дегитализация, которая сейчас к нам пришла, она продвинула нас, наверное, вперед лет на пять, мне кажется. То есть мы в какой-то момент легли спать в 2020 году и проснулись в 2025-м резко. Мы сделали большой скачок в сторону онлайна, и это замечательно на самом деле. Дальше мы будем изобретать какие-то новые форматы. Кто-то откажется от оффлайна, кто-то полностью от оффлайн-мероприятий откажется, кто-то будет совмещать онлайн и оффлайн, чтобы выйти за границы своей страны, к примеру. Одно тоже точно очевидно, что как раньше уже не будет. Но я по-прежнему твердо уверен, что оффлайн-мероприятия будут набирать все больше силы каждый год. Желающих посетить живые встречи будет однозначно все больше и больше. И увеличение онлайн-рынка как раз этому способствует. Чем больше времени мы находимся в онлайне, тем больше начинаем скучать по живому общению, по этим эмоциям, которые мы испытываем. И про Руслан, он говорил по поводу формирования привычек. Да, они действительно формируются, формируются новые привычки, но давайте представим себе ситуацию, что завтра компания Apple обанкротилась, к примеру. А компания, не знаю, Sony Ericsson, которая всю жизнь выпускала кнопочные телефоны, наоборот, на хайпе, и она вливает в рынок миллиард долларов на маркетинг. И поможет ли этот маркетинг поменять сейчас наши привычки, то есть вернуть нас обратно на кнопочные телефоны. Мне кажется, что это очень маловероятно на самом деле. То есть тут важно учитывать тот фактор, как это влияет на наши эмоции, наши новые привычки, влияют ли они на наши эмоции. То есть переход в онлайн однозначно в лучшую сторону, но эмоции не влияют. И люди всегда будут готовы платить за яркие, за сильные эмоции. Спасибо, Антон. Макс, хочу передать слово тебе. Да, согласен с вами, то, что у Руслана более только футуристичный взгляд, то есть на 10-20 лет вперед, декады, и плюс он глобалист, то есть он мыслит именно с точки зрения мира. Так как мы сейчас говорим про рынок России, то, что мои мысли, какие здесь есть. По поводу привычки формирования, мне кажется, неправильный здесь тезис, потому что тут скорее неудобные предлагаемые обстоятельства, в которых мы все оказались. Это все равно, что наступить в лужу, и потом говорить, что если там ходить по лужам 28 дней, то ты привыкнешь к тому, чтобы ходить по лужам. Нет. Это в любом случае стресс для предпринимателей, это проблема для всех, кто не был в онлайне и не подготовил базу для этого. Соответственно, рынок никак не поменяется, я считаю, вообще никак. То есть мы перетерпим этот режим самоизоляции, выдохнем и пойдем заниматься своими вещами, как занимались до этого. Соответственно, если люди до этого, до режима самоизоляции, не любили ходить на живые мероприятия, они не будут ходить. Если до режима самоизоляции люди ходили на живые мероприятия, они также продолжат. По поводу привычек, ну вот смотрите, там, скажем, я за последние 28 дней единственное, что начал делать, это смотреть сериалы в Netflix, купил подписку, и, возможно, начал пользоваться доставкой еды. После того, как я вернусь в свой обычный режим, моя жизнь мне диктует мои привычки. Соответственно, так как моя жизнь до этого была без доставки, без Netflix, я вернусь в свою предыдущую прошлую жизнь. Все будет идти так же, как шло. Поэтому ничего не поменяется вообще. Чтобы что-то поменялось, мы должны быть в режиме самоизоляции как минимум 2-3 года, мое мнение. Потому что есть разные типы людей. Есть транссеттеры, люди, которые быстро что-то новое хавают. Пробуют, скажем, как Руслан. Видно по нему, что он прям транссеттер. Что-то новое вышло, почитал, изучил, внедрил. Но 90% людей, они не такие. Они, ну, они посмотрят... Да, они консерваторы. Особенно в России. Мы боимся всего нового. Если почитать книгу классную, вот хитмейкеры, всем советую, там рассказывается про то, как создать хитовый продукт. Хитовый продукт — это золотая середина между чем-то новым и чем-то старым. Если мы перегибаем сторону нового, новаторского, футуристичного, люди этого боятся. Их это отторгает. А если мы перегнем в сторону знакомого, соответственно, у людей вопрос, а зачем мне это покупать, если тут ничего нового нет? Поэтому Apple зарабатывает кучу денег, потому что они каждый год выпускают iPhone с минимальными какими-то изменениями. А когда изменения глобальные, как бы, ну окей, футурологам это понравится, но остальным 90% населения людей — это шок. Для них это шок, понимаете? Как бы они не знают, что делать. Ну, то есть вот... И они будут пользоваться теми инструментами, которые им знакомы. Они не будут сейчас идти изучать что-то. Чисто вот по своему опыту скажу, то что все мои клиенты, они слились под предлогом того, что они не знают, что будет дальше. То есть все вот эти вот продвижения мероприятий, которые у меня было там, у меня был инвестфонд там, Сколково, там, большой там тренинги там по всем городам там одного спикера. Люди не знают, что будет завтра, понимаете? Как бы единственное, что поменяется, это просто люди начнут меньше денег тратить сейчас. Вот то, что я сейчас вижу. Потому что до этого они тратили там на инфобизнес, там, на какие-то услуги больше денег, сейчас они экономятся. Вот единственное, что я сейчас увидел. Грубо говоря, там, знаете, за этот месяц, если мой папа не пользовался Скайпом, он не будет всю жизнь пользоваться Скайпом из-за режима самоизоляции. Как бы он также продолжит общаться вживую с своими родственниками. Вот чисто мое мнение. Поэтому резюмирую. Рынок никак не поменяется. Перебздим, переждем, и все вернется на круги своя, я считаю. Спасибо большое, Макс. Виталий, хочу услышать твою точку зрения. Можно озвучить вопрос? Конечно. Просто я, как истинный удаленщик с 2011 года, успеваю еще в параллель четыре вопроса решить. Я предложила бы прогнозировать, будет ли хоть какой-то сдвиг из серии, там, 10% тех, кто ходил в оффлайн, попробовали онлайн, и это будет их привычкой. Или наоборот. Онлайн сейчас все перейдят, и потом захотят вернуться в оффлайн значительно больше, чаще. Я понял. Поскольку моя сфера компетенции очень узкая и касается одного небольшого рынка, который называется онлайн образованием, и относительно всего остального, это просто такая капля в море, даже по всем мировым показателям объемов, это просто доля капли, капли в море по сравнению с деньгами, которые в энергосфере крутятся или в медицине. Поэтому это, скорее всего, будет очень локальное, частичное мнение, такое частное. Мне нравится что? Мне нравится определенно ситуация, текущая тем, что часть людей наконец поймет, что вообще-то, в принципе, можно учиться онлайн. Потому что до сих пор мы на просторах интернета встречаем совершенно отбитых персонажей, которые непонятно в каком веке до нашей эры живут, считая, что майн-курсы это развод или там, типа, там только вода, нет ничего ценного, тра-та-та и так далее. Ну, типичное возражение какого-нибудь Васи из глубинки, который дальше своего хлева ничего не видел. И слава Богу, благодаря сложившейся ситуации, возможно, хотя бы так до людей дойдет, что можно образовываться. Я сейчас не про свои курсы и не про курсы своих трениров говорю, а вообще в целом, что до людей дойдет, что, ну, как бы вот смартфон, да, он может просто из тебя сделать мультимиллионера, потому что ты, читая на смартфоне книги, просматривая какие-то курсы, выполняя какие-то домашние задания, постепенно продвигаясь, у тебя пойдет реальное развитие. И это, я считаю, очень благоприятно с точки зрения эволюции, там, общества, всего такого и так далее. Вот. Будет ли какой-то серьезный перекос? Я не знаю, у меня так далеко мысли не улетают. У меня нет какого-то такого прогноза, но одно могу сказать точно, вот из всех разговоров со всеми коллегами, могу сказать точно одно, что за время карантина все, кто уже когда-то давно работал на удаленке и кто оказывал услуги, либо работал именно на онлайновые вот эти всякие темы, там онлайн-курсы, всякие вебинары и так далее, у нас сейчас идет примерно трехкратная нагрузка по сравнению с обычным режимом работы, потому что вообще куча всего происходит и вот про онлайн, например, я вчера был на вебинаре, ну как не на вебинаре, на прямой трансляции в инсте, значит, у таких, так скажем, ну дальних моих знакомых, вот, потому что мы с ними однажды пересекались на одном общем мероприятии, потом пару личных вопросов я задавал. У них в прямом эфире в инстаграме, у ребят из Казани, было 7700 человек. Которых никогда не собрать в одном месте, в одном городе, в одной площадке, это абсолютно нерешаемая задача. Представьте себе на тему секса собрать 7700 человек в прямом эфире. Это Марат и Катя Бибишевы канал Вагимагия. Но у них же и так большая аудитория, то есть они ее собирают годами, скажем так, и может, это для них типичные цифры для обычного прямого эфира. Но по кое-каким наблюдениям это не совсем типичные. Короче, это все к чему? К тому, что люди начинают более-менее наконец-то видеть за экраном монитора, что там сидят не какие-то враги, которые хотят их денег. Вообще большинство нормальных тренеров, они им просто делают возврат и банят и говорят «до свидания». То есть как бы нормальный онлайн-бизнес — это когда ты не работаешь с дебилами и с клиентами, которые тебе не нравятся. Вот. А люди до сих пор думают, что там по ту сторону монитора какие-то люди не живые, не настоящие, живущие непонятно где. Короче, я не уверен, что я ответил на вопрос, но это был типо мой комментарий. Рассуждения были интересны. Валерий, есть ли что-то добавить или тоже порассуждать в эту сторону? В сторону каких-то, возможно, прогнозов либо наблюдений или лучше перейти к какому-то следующему вопросу? Потому что в целом они есть. Ну, давайте следующий вопрос, потому что в целом как бы я. Все уже проговорили. Проговорили. Хорошо. Тогда вопрос будет сначала с вас, а потом пойдем по другим участникам беседы. Это вопрос от тех, кто нас смотрит. Почему никто не думает, что в следующем году может быть другой вирус и снова всех загонят по домам? Онлайна надо учиться внедрять, а офлайн делать по возможности. Насколько нам это позволит корпорации «Монстры» пока не придумают новую хрень? Ну, в общем, такой, мне кажется, немножко сумбурный вопрос с переживанием. Главное, наверное, здесь, а что если в 2020 году мы не сможем провести ни одного офлайн-мероприятия? Ну, я уже сказал делать онлайн. Я еще, когда в первый раз вот кризис случился, и я понял, что у меня было когда-то два бизнеса, я делал живые мероприятия и онлайн. Я просто, знаете, я как инвестор отнесся к своему времени. Вот на количество часов потраченных вот на это я зарабатываю столько-то, а количество часов потратить на это я зарабатываю столько-то. Ну, логично. Чем мне заниматься? Ну, там, где больше денег, соответственно, и туда направить внимание. Я это сделал, соответственно, и стал зарабатывать еще больше. И по поводу того, что будет дальше происходить к прошлому вопросу, сейчас в онлайне, вот я не знаю, мы в прошлом, мы в этом месяце мы еще не до конца посчитали, но мы делали рекорд вообще за всю историю. И как бы вы понимаете, что вопрос в том, что сейчас, как бы да, и вот как Виталий говорит, сейчас просто люди начнут, а что там, оказывается, нормальные люди живут, когда соседка уже там, как бы ты весь такой не в принятии, в отрицании, но когда твоя соседка включает вебинар на телефоне и там реально интересные вещи говорят, он говорит, блин, а ты еще слушаешь? Он говорит, да, я это применяю, тогда все переходят в онлайн. Поэтому я считаю, что главной ценностью этого мероприятия, которую могут взять ребята, которые еще не работают в онлайне, это начать думать в эту сторону, выучиться на продюсера, потому что я считаю, что если вы офлайн-организатор, то у вас на 100% получится в офлайне продюсировать продюсировать и зарабатывать вы будете как минимум ну раза в три больше, чем в офлайне. Валерий, а вот если я дополню вопрос уже с такой точки зрения, смотрите, это опять вопрос про конкуренцию и про то, что вот у вас апрель, случился успешный финансовый, но это апрель, это люди только вышли на карантин, а при этом настроение входит, что мы устали от контента, я больше не могу учиться, там, я вот, не знаю, как думаете, вот, будет ли падение. Я еще раз повторяю, во-первых, еще останутся на рынке те, кто умеет еще людей развлекать, то есть не просто учить, понимаете, лекции, почему-то математический анализ не сильно привлекает и возбуждает, а лекции по каким-нибудь, не знаю, по отношениям всегда очень пользуются интересом, поэтому, во-первых, надо адаптироваться по текущей реалии, например, как в одном проекте, как, например, вот пикап проекта один очень крупный взял, полностью переклифицировался, а как закупиться в онлайне, короче, и как в режиме изоляции сделать так, что все случилось, вы понимаете, и как бы бум, взрывной рост, потому что, ну, не было такого, а сейчас, понимаете, если быстрая адаптация под текущую проблему, то все равно будет рост, надо, просто проблема в том, что здесь, ну, здесь собрались сильные маркетологи, и все понимают, что надо полностью переписать портрет клиента, потому что другие страхи, другие возражения, другие боли, и мы понимаем, что если правильно отнестись к текущей ситуации и переписать новый портрет клиента, что он переживает, в этом случае будет сильный продаж, что мы и сделали, мы просто переписали оффер под текущую ситуацию, и бум у нас продажа, хотя мы особо-то ничего не меняли, вот, поэтому я считаю, что надо переходить в онлайн и адаптироваться по текущей ситуации и иметь, как бы, маска прокачивающегося. Валерий, я считаю, вот ваша последняя фраза про то, что надо полностью переписать портрет клиента и то, что пришла та аудитория, которая не приходила, одно из ключевых, и на это стоит обратить внимание. Антон, а что вот ты думаешь по этому поводу? Про страхи, вот если год не будет мероприятий, про онлайн, и как-то перекладывая на свою, наверное, стратегию? Ну, давайте, давайте будем, откровенном, да, в первую очередь организация мероприятий это все-таки бизнес. Нормально в бизнесе иметь план А оптимистичный, план Б пессимистичный, и сейчас нам реалии показали, что надо еще иметь план В, антикризисный план. В мире все на самом деле циклично, и кризисы точно еще будут, то есть это явно не последний кризис, который происходит в нашем мире. Будет это в следующем году или позже, ну, кто знает, не точно на самом деле, но теперь мы точно понимаем, что к этому надо быть готовым. Одна из целей бизнеса это антикризисного плана, это работа с рисками, и онлайн-продукт это классный инструмент, мне кажется, для работы с рисками. Поэтому мы сейчас просто используем онлайн и текущую ситуацию для того, чтобы снизить свои риски, и мы тоже работаем над запуском каких-то онлайн-продуктов, причем это не онлайн-конференция, а именно онлайн-продукты отдельно, а отдельно аудиторию со всем. Макс, хочу услышать твою точку зрения. Вот если там месяц, полтора, два, там может рынок не поменяется, есть ли год? Ну, еще раз, я же говорю, то что мы тут все собрались, правильно сказали, как бы, ну, маркетологи, как бы мы как, как сказать, мы всегда держим руку на пульсе, то есть мы в любом случае там с клиентами, с которыми мы работаем, мы адаптируемся. Если брать просто остальной рынок обычных предпринимателей, там, обычных, там, вот, чуваков, которые сидели в офисе, сейчас, которые не понимают, что делать, и, там, пытаются скачать, там, зумы и использовать его в планерках, в удаленке, у них шок, понимаете, как бы, у них шок, как бы, и это не привычка, это просто шоковая терапия для людей, и они, как бы, ну, ну, как сказать, ну, это, знаете, вот у меня бабушка, она, меня учила плавать, когда, знаете, как она мне просто кинула воду и сказала плыви, да, и у меня в итоге после этого страх купаться, да, там, в воде, то же самое, мне кажется, сейчас с предпринимателями, у них к онлайну сейчас будет скорее отторжение, они подумают, блин, опять сейчас вот идти, что-то изучать нужно, да, ну, это чисто мое мнение, понятное дело, что у меня, как бы, те проекты, которые у меня, естественно, мы сейчас прем на онлайн, там, онлайн образование, трансляции, это понятно, но остальные-то люди, обычные предприниматели, вот эти вот мужики, которые там вот сидят и в охрене от того, что происходит, там, смотрят Путина и надеются на то, что им там кредиты беспроцентно дадут, вот о чем они думают, а не о том, как там настроить таргетинг ВКонтакте, потому что там им обещают х2 бюджета, как бы, вот что я думаю, да, и они не поменяются за три месяца, и за год они не поменяются тоже, потому что, ну, просто в силу того, что вот я за последние пять лет работал не только с event-индустрией, там, ну, порядка ста компаний, через которые, которые через меня прошли, есть разные типы предпринимателей, как бы, вы меня должны понять, там, товарищи-маркетологи, как бы, ну, есть нормальные, да, там, в плане, там, инноваций, люди, да, которые понимают, там, нужность, полезность маркетинга, нужно все это изучать, нужно пробовать, тестировать, им можно продать и автоворонки, и мессенджеры, и рассылки, там, и поп-ап, и все, все, что на свете, все, что есть в маркетинге, все можно запихнуть, да, и VR-тов туда же, как бы, в догонку, а есть люди, которые говорят, а нахрена мне это надо, я там сейчас возьму себе, там, не знаю, там, 10 продажников посажу, на телефон холодный прозвонить и все, вот мне бабки посыпятся, как бы, таких не переделаешь за год, вот это мое мнение. Просто рынок немножко почистится, да? Да, с рынка, да, просто уйдут люди, которые, как бы, пришли потестировать, как бы, бахнул кризис, бахнула самоизоляция, все, как бы, ну, они поймут, что денег здесь нету, как бы, мне кажется, даже это хорошо, потому что это как, знаете, это как волк, который ест слабых животных в лесу, да, как бы, вот волк сейчас, это как вот коронавирус, который сейчас сожрет все слабые компании, а те, кому больше надо, больше всех надо, и у кого больше всех ресурсов, они останутся. Виталий и Валерий, вопрос к вам, вот онлайн не резиновый или резиновый все-таки? Боятся люди выходить в онлайн, потому что, ну, вот, ну, тут такие люди, которые уже давно, они мастодонты, я вроде, я организатор, боятся. Бойтесь, выходите в онлайн, здесь ужасно, здесь вас съедят, у нас есть бюджеты, мы можем вкладывать миллионы денег в рекламу, мы прекрасно владеем таргетингом, у нас огромные связи по всей стране в самых разных сферах. Сидите дальше. Так, ну, это не обнушает оптимизм. Друзья, но вы понимаете, что надо действовать противоположным образом. А как сказать, волка боятся в лес не ходить, какая-то вот поговорка такая есть. Что хочу добавить, вот относительно того, что говорит Макс, мне кажется, что если взять онлайн специалисты, организатора мероприятий и его набор компетенций, то если у него нет, скажем так, жилки предпринимателя или маркетолога, он больше координатор, организатор, то мне кажется, вот он дождется оффлайна и вернется туда. А в онлайн пойдут те, кто именно мышлит такими маркетинг-категориями и готов производить продукты и искать пустые ниши и вклиниваться. И онлайн, скорее всего, для таких людей. Коллеги? Это был вопрос? Ну, это такое резюме вопроса, и я так понимаю, что все в целом солидарны. Я не знаю, что сказать. Я знаю вот одно, допустим, у меня был проект в 2018 году, который мы увеличили в 32 раза за 9 месяцев. 32 — это не со 100 тысяч до 3200, а это с 600 тысяч до 21 миллион 300. Я не знаю ни одного человека, который бы, придя в оффлайновую ивент-индустрию, делая живые мероприятия за 9 месяцев, мог бы выйти наоборот 20 миллионов. Я пока таких не знаю. Синергия, братан. Антон, а у вас не такие обороты? Синергия. А знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что мы-то делали это а, без поддержки властей, б, без бартера, в, на мои личные, абсолютно все личные деньги как частного предпринимателя и командой всего в 12 человек. Где еще 12 человек могут за такой короткий период времени выйти на такие деньги? Я с тобой полностью согласен. Понятное дело, что если говорить про динамику онлайн-инфобизнеса, у него гигантские росты. Это понятно. Но, скажем, примеры, я не против тебя, я за тебя. Пример из оффлайна. Скажем, продажа носков. Когда одностраничники только появились, ребята сделали порядка полумиллиарда рублей на продажу носков. Пример из такого физического товара. По поводу вопроса, который задала Дана, по поводу емкости рынка. Емкость, естественно, существует, потому что, скажем, даже когда мы продвигали олимпийский Тони Роббинс, я даже почувствовал, что мы уже по третьему кругу идем. То есть люди уже все посмотрели, уже по третьему разу мы идем по людям, и я понимаю, что рынок он ограничен. И мы боремся за внимание людей в онлайне, так же, как и в оффлайне. И мы причем боремся не только с конкурентами прямыми, но и с кинотеатрами, с Нетфликсом тем же самым, с порносайтами, с сообщением с родственниками по скайпу. Как бы у нас везде конкуренция. Поэтому вот те же самые правила в оффлайне и в онлайне тоже. 100% поддерживаю. Антон, есть что добавить? На самом деле я полностью сюда разделяю тоже мнение ребят. В общем, добавить нечего. Ну, тогда в целом у нас как раз и тайминг уже подошел к окончанию. Может, можете вот что-то от себя порекомендовать одной фразой нашим зрителям, и на этом мы завершим. Ну, как говорили, наверное, уже ребята, эта фраза много раз звучала. Сейчас выживут те, кто быстро действует и умеет адаптироваться. Поэтому всем желаю выжить и стать сильнее во время кризиса. И быть быстрее. Спасибо, Антон. Валерий? Осваивать продюсирование онлайн. Хорошо. Виталий? Я бы в резюме сказал, что в онлайне ничего страшного нет. И вспоминая вчерашнюю метафору, если вы быстро выучите японский язык, ну, в кавычках японский, то у вас все сложится очень-очень быстро. А если будете переносить то, что работало в живом на онлайн, то можно случайно столкнуться с большими убытками. Потому что здесь своя среда, свои авторитеты, свои понятия и много чего. И это я не так типа говорю, знаете, как какой-то там криминальный авторитет. Нет. Просто это на самом деле так. Действительно, те люди, которые очень круто что-то делают вживую, их, когда переносишь в онлайн, они часто в большинстве случаев, извините за прямоту, но они совершенно недееспособны в этом онлайне. И как Макс и Антон говорили, они пугаются зумов, они пугаются вот этого всего. То есть я не вижу зрителей, как мне теперь выступать. Ну, блин, 2020 год на Ядрит, мадрид. Включи просто в Инстаграме эфир, потренируйся на подружках. Ну, это же просто из какого-то звонки, Да, Вот, так что учите японский и с вами все будет хорошо. Спасибо, Виталий. А Макс, передаю слово. Я вот, мне такая интересная мысль в голову пришла, то, что сейчас делать, какие действия. Я считаю, что деньги там, где меньше всего людей. То есть, ну, представьте, сейчас все ломанутся онлайн, да, там, у кого экспертиза, опыт есть за плечами, те сделают результат, у кого нет, те, как бы, ну, прямым текстом объезываются, да, как бы, поэтому, если вы крутые в офлайне, перебздите, переждите и бомбаните с большими силами в офлайне, потому что все сейчас пойдут в онлайн, все, кто-то набьет шишки, кто-то там потеряет деньги, кто-то там что-то может сделать, но вы, как бы, как были, так и останетесь, потому что, ну, это, знаете, это как вот хороший коньяк, он должен настояться, да, там, или как, я не знаю, там, как правильно сказал вот предыдущий спикер, то, что если вы хороши в офлайне, ну, будьте хорошими в офлайне, да, как бы, ну, понятно, что быть гибким это классно, но там, где много людей, много конкуренции и багровый океан, нереально сделать что-то крутое из всех естественное, без ресурсов, без опыта, без, там, понимания, там, какого-то там и гениальной идеи, поэтому идите туда, где меньше всего людей, то есть, если сейчас, опять же, резюмирую, все ломанутся в онлайн, идите в офлайн, если все сейчас после вируса самоизоляции идут в офлайн, идите в онлайн, вот как бы, я бы так выразился, ну, смотрите вокруг, видимо, на 360, как у нас написано и выбирайте то направление, куда не идет толпа. Коллеги, спасибо огромное, я думаю, это была интересная беседа, очень разные точки зрения вы высказали, а где-то солидарные, вот, друзья, поблагодарим, с нами сегодня в дискуссии будущие в Энт Индустрии участвовали Макс Белоусов, основатель агентства Эвенчер, упаковка и продвижение спикеров и мероприятий, также Виталий Антонов, продюсер онлайн-курсов и офлайн-мероприятий, Антон Короткий, организатор самой крупной в истории Беларуси конференции «Бизнес-пробуждение», а также Валерий Морозов, 10 лет в организации мероприятий, а также онлайн-продюсер.